Дай почитать. И это не прививает ни хорошего художественного вкуса, ничего не дает для души ума. Прекрасно изданная книга «Большое богатство» Поли Хорватт. Завязка обещала красивую рождественскую добрую историю о бедном мальчике Руперте Брауне, которому сказочно повезло изменить свое нищенское существование. У Браунов большая семья, детей так много, что мать не в состоянии упомнить всех по именам. Да и сам Руперт не знает некоторых из них и практически никогда с ними не разговаривал. Ему 10 лет. Его любимица – шестилетняя сестра Элиза. Братья-подростки Джон и Дирк развлекаются кражей чужих кошек. И, разумеется, это не вызывает симпатию соседей. Мать работает уборщицей на заводе. Отец залежит на диване в свободное от этого любимого занятия время, ходит по мусоркам и собирает объедки. Этим и кормится вся семья. Руперт очень худенький, страдающий головокружениями от голода, тихий мальчик. Приходит из школы, поднимается в спальню, где малыши спят на кроватях, а ребята постарше под кроватями. И там ждет вечерней овсянки. Но однажды он таки опозорился. Упал в обморок. Вот тут и начинается эта история. Семейка уникальная. Папаша не работает, пускает нелепые шуточки. Мамаша не озабочена тем, что Руперт зимой ходит в нескольких рубашках, дырявом свитере и тряпичных кроссовках. Итак, Руперт идет утром в школу, забыв, что никто сегодня не учится, ведь Рождество. Почему-то идет по улице богачей. У дома риверсов дырявым свитером. Цепляется за ворота. Его бьет током. Он теряет сознание. Тургет Риверс его находит и приводит в дом, чтобы покормить, обогреть и вместе с дядей Моффа, дядей Генри, Уильямом, мисс Повар, миссис Риверс и другими встретить Рождество. Первый раз в жизни Руперт поел досыта. Да еще в игре ему все время везет, но на последний вопрос он не ответил. И все, что он выиграл, проиграл. Чудо не случилось. Потом все члены семьи Риверсов пытались как-то возместить проигрыш бедному мальчику, загладить перед ним вину, но получается какая-то неразбериха, лишенная смысла, морали и человечности. Вывод грустен. В мире есть богатые и бедные, а есть очень бедные, у которых даже нет еды. Вот такая детская поучительная книжечка «Большое богатство». Автор Поли Хорват, 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч. Дай почитать. Дай почитать. Дай почитать. Дай почитать.